Доброе утро! Ежедневно блог проекта приносит своим авторам суммы больше, чем средняя заработная плата по Петербургу. Видео, фотография, текст. Если у тебя есть идея, у тебя есть аудитория. А если есть аудитория, блог становится самостоятельным брендом. Всю неделю мы рассказываем вам о женщинах, которые восхищают, о дамах, которые задают моду и тренды, о барышнях, которые создают себя сами и гордо носят звание self-made woman. В этот день, 11 марта, 714 лет назад, если верить Шекспиру, обручились Ромео и Джульетта. Так что сегодняшняя тема блогов не только дамы, но и кавалеры. Не только драмы, но и хэппи-энды. Любовь во всех ее проявлениях и то, какие блоги придумало человечество на эту тему. Знакомство номер один. Это театральный режиссер из Петербурга, красавица Елена Шелин. А это, внимание, муж и ее пятеро детей. Елена переехала из России в Швецию, вышла замуж и последние 15 лет воспитывает свою дружную семью. В своем инстаграм-блоге она рассказывает о том, как успеть в жизни все. Построить детям фиг вам в гостиной, приготовить полезный завтрак, приучить детей читать и быть активными. Аудитория блога в инстаграме насчитывает более 100 тысяч подписчиков, а рекламодатели устраивают для семьи фотосессии и красивые ужины. Елена признается, что жить полноценно ей позволяет исключительно график и тайм-менеджмент, когда каждый день расписан по часам. Однако в любой семейной жизни не обходится без драм. И на одну такую тему есть даже соответствующий одновременно смешной и очень грустный мини-блог. Мизераблмен или несчастный муж. Это аккаунт, демонстрирующий мучения несчастного мужчины, который вынужден ходить с женой по магазинам. Снимки присылают очевидцы, охранники, а возможно и сами жены из-под занавески примерочной. Этот блог олицетворения всех скучающих, спящих или просто страдающих мужчин по всему миру, которые отправились на совместный шоппинг и уже 40 раз пожалели об этом. Есть и другие драмы, которые в инстаграме разыгрываются как комедия. Взгляните на эти снимки. Вроде как ничего особенного, просто счастливые пары. А по факту это только что разведенные счастливые пары. В сети набирает оборот хэштег «diverse selfie», что означает «селфи после развода». А концепция такова, мол, ребята, давайте жить дружно, поблагодарим друг друга за прожитые годы и останемся лучшими друзьями. В комментариях под фото бывшие супруги пишут искренние и добрые слова в адрес друг друга и радуются окончания бракоразводного процесса. Увы, находясь в браке, супруги порой понимают, что не могут делить одну крышу над головой. Однако есть и другие случаи, когда после свадьбы молодожены решают, что не хотят вообще иметь ни крыши, ни дома, ни постоянного места жительства. Сегодня завершает обзор интересных блогов новоиспеченная семейная пара – финка и норвежец Хильдеган и Самуэль. Эти два скандинавских авантюриста решили пожить несколько лет путешествия. В мире столько всего интересного, что это глупо – коротать жизнь в квартире или доме, заявляют они. Ночуют в палатке или в машине, а днем отправляются за новыми приключениями. За жизнью путешественников следят, к слову, почти полмиллиона человек, что мотивирует пару не останавливаться и каждый день открывать мир для целого мира. Уважаемые Ромео и Джульетты, любите друг друга, не ломайте комедии, не играйте в детектива и не разыгрывайте драм. Лучше просто заводите интересный Инстаграм. Как это делает наш сегодняшний гость – это Инстаграм-блогер, девушка, которая любит путешествовать, девушка, которая любит фотографировать. Это Пелагея, Гаматина, Пелагея. Доброе утро! Доброе утро! Очень приятно видеть тебя в нашей студии. Сложно было проснуться сегодня? Да, потому что, как правило, встаю в 9 часов утра, а не раньше. Давай поближе познакомим наших телезрителей с твоим творчеством, посмотрим небольшие отрывки из твоих снимков. Я знаю, что у тебя 98 тысяч подписчиков. Да. Аудитория немаленькая. Фотографии у тебя, конечно, раз чудесные. Смотри, это ты в Эстонии. Знаю, что ты любишь фотографировать не только наш город, но и любишь путешествовать. Да. В каких странах уже удалось побывать благодаря Инстаграму? Благодаря Инстаграму, наверное, это была Эстония, Карелия. Для меня это тоже как другая страна. И это был Стокгольм, Хельсинки, то есть Финляндия, Швеция. Скандинавия. Планирую еще в Норвегию в ближайшее время, Париж и Рига. Это все тоже благодаря Инстаграму или это как самостоятельное путешествие? Да, потому что если бы не Инстаграм, у меня было бы этого вдохновения путешествовать и открывать для себя какие-то новые страны и города. Это все архитектура. И я просто каждый день листаю аккаунты чужих инстаграмеров, ищу для себя вдохновение, сохраняю скриншоты. Как вот те, например, авантюристы, которые буквально только что были у нас в эфире. Да, да, да. Хорошо, скажи, пожалуйста, а что делать тем людям, которые фотографируют, но которые хотят ездить за границу и которые хотят быть востребованными у туристических операторов, которые хотят, чтобы их приглашали в другие регионы бесплатно? То есть бесплатные поездки для инстаграмеров. Как этого добиться? Очевидно, что для этого нужно большое количество подписчиков. Я думаю, 50 тысяч и не меньше, а лучше 150 и так далее. Ну, чтобы этого добиться, нужна своя фишка. Например, цвет, например, какие-то необычные фотографии. У каждого есть своя фишка. Кто-то там с головой медведя, кто-то акцентирует свое внимание на синий цвете, как это делаю я. Это получилось случайно, и, наверное, я когда-то хотела быть похожим на кого-то, но мне это не получилось, и пришлось уже развивать какую-то свою идею. Это тоже получилось случайно, потому что у нас серое небо, синие, и я стала делать на этом акценты, и потом уже пошло дальше. А как ты считаешь, что тебя отличает от других петербургских инстаграм-блогеров? Вот за исключением синевые вот эти, которые есть у тебя? Наверное, большое обилие архитектуры и крыш. Думаю, что так, и парадных, потому что в основном девушки это бьюти-блогеры, лайфстайл. Да, они любят фотографировать себя, да, ты любишь фотографировать наш... У меня именно архитектура, это моя любовь. Давай тогда закончим наш такой прекрасный диалог небольшим лайфхаком. Что ты можешь пожелать всем инстаграм-блогерам? Может быть, у тебя есть какие-нибудь специальные фишечки, гаджеты? Да, гаджеты есть, но они у меня появились достаточно недавно. Это, например, камера Moment Lens. Я ее использую при съемках в парадных, потому что это увеличивает обзор, и у нас не получается таких обрезанных снимков, как если это делать просто на айфон. Да, у меня хороший телефон, он хорошо фотографирует, но без камеры я этого не могу делать. Или, например, есть такая штучка, мы ее с Денисом часто используем на крыше. Это не объектив, друзья. Это не объектив, это уже самостоятельный фотоаппарат. Представляете? Это вот такой фотоаппарат маленький, он используется через приложение в айфоне, и ты можешь залезть на крыше, например, и увидеть Исаакиевский собор совсем близко, как на ладони, хотя ты будешь сидеть на другом конце города, можно сказать. Вот, такая вот штучка. Маленькая, очень удобная. Для того, чтобы стать успешным, грубо говоря, блогером, не обязательно иметь суперкрутой фотоаппарат, для этого достаточно иметь смартфон. Смартфон, пара объективов. Смартфон, вдохновение. Конечно. И какой-то свой личный взгляд, свое личное видение. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Инстаграм-блогер, Пелагея Гаматина. Прекрасный человек, прекрасная девушка. Мы передаем слово нашим ведущим. Это был Инстаграм-обзор актуальных трендов.